Приветствую вас, и я внимательно прочитал ваш вопрос несколько раз, специально, чтобы ничего не упустить, чтобы дать вам максимально полный ответ по волнующему вас вопросу. Значит, первое, что вы сделали неверно, первое, что вы сделали неправильно, это то, что не указали свой возраст. Я прочитал, значит, свой первый вопрос, который вы задавали, он тоже не содержит возраста, не содержит информации о том, сколько вам лет и сколько лет вашей подруге, например, на которую вы спрашиваете. Вы можете, конечно, сказать, что это не мое дело совершенно, не мое дело спрашивать вас о таких вещах, но, тем не менее, я это считаю своим долгом просить. Вот вы тогда в том своем вопросе писали о том, что подруга очень сильно влюбилась в молодого человека, что она очень, там, чуть ли не убивала себя из-за него. Простите, что спрашиваю вас, но не вы ли это были? Почему я задаю этот вопрос? Потому что очень часто люди спрашивают про своих подруг, якобы подруг, а в действительности это совсем не их подруги, а они сами. И если это так, то вы, получается, стыдитесь, вы, получается, сомневаетесь в том, что ваша проблема серьезная. Вы не хотите, чтобы мы думали, что это происходит именно с вами. Если это так, то это неуверенность в себе. И неуверенность в себе будет одним из моментов, которые я расскажу в ответе на ваш вопрос. А пока, что мне бы хотелось, чтобы вы все-таки рассказали нам о том, есть ли у вас, ну, и сколько вам лет. И опровергли или подтвердили мою гипотезу относительно того, что это вы были той девушкой, которая, ну, скажем так, влюбилась в молодого человека. И это вы были той девушкой, которая резала себе веру. Ну, дальше, теперь по поводу вашего вопроса. Первое, что хочется сказать, это то, что два года назад вы общались и общались хорошо со своим отчимом, который, кстати говоря, ну, для вас не родной. То есть, этот мужчина, он вам не родной, не родственник. Вы, тем не менее, все равно общались с ним хорошо. Что, безусловно, вас красит, что, безусловно, говорит о том, что вы, там, большая молодец в том, что касается отношений с отчимом. Ну, вот, видимо, какое-то время спустя, значит, что-то пошло у вашего отчима не так. Что-то у него изменилось, какие-то у него начались проблемы. Проблемы, может быть, самим собой, может быть, проблемы, там, не знаю, в личной жизни, может быть, что-то еще. В любом случае, какие-то проблемы у него начались. И эти проблемы начали выливать, по сути дела, на вас. И то, что он выливает ваши проблемы на вас, то, что он делает это, как-то таки говорит о том, что мужчина сам со своими бедами не справляется. Он не может подавить в себе вот эти вот самые проблемы, эти самые негативные эмоции, которые у него есть. И отсюда, отсюда возникает такая вот беда. Такая вот беда относительно чего? Того, что у мужчины есть внутренний конфликт, который и заставляет его так себя с вами вести. То есть теперь, я надеюсь, мы с вами понимаем, что с мужчиной что-то произошло. Кстати говоря, что произошло, нужно еще выяснить, потому что мы не очень хорошо отдаем себе отсчет, какие проблемы у вашего мужчины, у вашего общего прощения. Но это знаете вы. Анализ проблем поможет вам более правильно и более адекватно относиться к тому, что он вам, например, говорит, что он вам, как он себя проявляет по отношению к вам. Если вы увидите реальные проблемы по отношению к мужчинам, то вы как раз таки сможете лучше скорректировать свое отношение. И что самое важное, наверное, вы сможете понять, что ваш отчим не на вас ссорится, не на вас как бы огрызается, а он делает это по причине невозможности отдастся в свои конфликтные ситуации. И вам нужно... Вам нужно... ...отомнадить эти причины. Это первое. Второе. Второе, и самое и, тоже важно. Это то, что у вас нет возможности защищать себя саму. Давайте мы подумаем, что вам мешает. защищать саму себя. Что вам мешает защищать саму себя. У вас есть уверенность. У вас есть... У вас есть... ...эээ... ...самнения относительно своих... ...желаний. ...эээ... ...эээ... ...самена... ...мога... ...эээ... вы это, ну, по крайней мере, сами-сами понимаете. И вот теперь, когда мы с вами разобрали основные моменты, давайте и определим, что чтобы вам помочь, нужно определить первое, почему ваш отец стал себя так вести, и второе, что вам мешает достойно оказывать ему сопротивление. Это такое вот резюме всего того, о чем мы с вами говорили. Это такое резюме, и это резюме определяет направление работы с вами, если вы захотите это делать. То есть, если вы захотите в себе разобраться, если вы захотите понять и изменить свою жизнь, то давайте вот будем работать в этих двух направлениях основных. Понимание вашего отчима, понимание, что он агрессирует не на вас, а на проблемах внутри себя, как-то, и, скорее всего, не осознает. И второе, это обозначение своих личных границ, защита себя и непозволение командовать вами и требовать от вас того, чего вы делать не хотите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.